Друзья, вы можете присаживаться Здравствуйте, дорогая Церковь! Меня зовут Анатолий. Мне 26 лет. Я хочу засвидетельствовать, поделиться с вами, как Бог мне помогает и помог уже. И сейчас проявляется в моей жизни своими чудесами. Мне 26 лет. В 2004 году я употребляю наркотики. До августа 2016 года. Последний раз я, наверное, первого, что ли, числа употреблял. В 8 лет я употреблял героин. Последние 4 года я употреблял соли. В 2010 году первый раз меня пригласили в церковь. Я пришел, покаялся, но продолжал употреблять все равно наркотики. Я считал, что это тогда не мешает как-то моей жизни. Вот такое еще было розовое, наверное, употребление. Особо проблем никаких еще не возникло. С 2010 года мои родители пытались мне помочь, искали всякие пути лечения. В 2012 году я хотел бы об этом, наверное, отрезке времени рассказать. Последние 4 года, когда я начал соли употреблять, наверное, вот тогда вот прям сильно начала моя жизнь разрушаться. Вот. Я по здоровью пострадал на большинство. У меня свело мышцу на лице, защемило троичный нерв, было защемление. То есть я проснулся с утра, и я смотрю в зеркало на себя, а у меня часть лица уехала. Ну, я такой, как всегда, так, знаете, отнесся, думал, ну ничего, пройдет. Лег опять спать, я на следующий, ну, там, через некоторое время просыпаюсь, еще хуже. Я есть, а у меня изо рта все вываливается, и, ну, то есть ротовая часть вообще не работает. Ну, вызвали скорую, меня отвезли в больницу, так как еще в результате употребления у меня, то есть еще ВИЧ-инфекция, а из-за этого там на государственном уровне, то есть бесплатно, да, ну, нельзя делать иглоукалывание мне. Вот, ну, как-то я вот испугался. Прошло время, моя сестра, она медик, она мне помогла, там, гидротерапия, и все прошло. Вот, и я постоянно так получал, что я, ну, схватывал какое-то заболевание, я забывал, ну, ну, как-то у меня все так по благодати получалось, мне люди помогают много, там, родственники, еще кто-то. И вот, и я забывал, что со мной происходило. Вот, ну, по имуществу я тоже там потерял, там, машину тоже, ну, наркотики обменял. Все мои отношения с родителями, они были разрушены, ну, там, с мамой, с отцом, с сестрой мы там не общаемся. Вот, ну, сейчас, конечно, там, с мамой наладились, с отцом налаживаются, с сестрой пока никак еще. Принципы все были, наверное, у меня разрушены какие-то, ну, никаких понятий по жизни, ну, наркотик все разрушило в моей жизни, вот. Я, ну, с 2012 года как-то хотел перестать употреблять, но сделал столько попыток, что у меня ничего не получалось, как бы, какой-то у меня надежда. Знаете, когда человек первый раз приезжает лечиться, у него еще есть какая-то там надежда, вера, то, что, ну, что вот я вылечусь от наркотиков. Ну, а у меня был такой опыт негативный, что я только куда не ездил, куда меня только не возили, и у меня такой надежды особо не было. Даже когда, ну, моя девушка, ну, мы на тот момент с ней уже со Светой не встречались, она была в центре, здесь у Андрея Павленко с Натальей. И мы с ней общались по телефону, она мне предлагала поехать, как бы, я с Андреем созвонился, и когда он уже взял меня туда, ну, у меня все равно не было какой-то надежды. Я на автомате ехал, я просто понимал, что мне нужно несколько месяцев в закрытом помещении находиться, чтобы мне отойти. Когда я приехал в центр, вот, я увидел Наталью, Андрея, и что они уже большое время не употребляют, там, по 17 лет. Меня это очень сильно впечатлило, и как-то вот вера моя вот в тот момент возросла, то, что у меня какой-то есть шанс. Вот, ну, я как-то вот за это схватился, и как-то вот я остался, ну, остался. Прошло два месяца, у меня там возникло желание, сейчас я пять месяцев нахожусь на реабилитации, вот. Пять месяцев я не употребляю, и для меня, знаете, действительно такое свидетельство, я знаете, что хотелось бы сказать. Когда я употреблял соли, у меня доза была, я употреблял вот, каждые 30 минут наркотик. Вот есть, не только это моя слава, есть человек, который со мной употреблял, ну, как бы не даст соврать, то есть, ну, и когда просто у меня бывало такое, когда наркотика не было, ну, мне было очень страшно, я был готов на любые поступки, ну, чтобы мне, ну, его добыть. Сейчас у меня силы откуда-то берутся каждый день, ну, ну, мне этого не нужно, вот. Ну, я не знаю, откуда у меня берутся силы, как бы, ну, в основном, это в стрессовых ситуациях, знаете, вот раньше происходит стрессовая ситуация, ну, мне, чтобы стало легко, я употребляю, я забываюсь. Ну, сейчас стрессовая ситуация, я даже рад, когда они приходят, потому что, ну, у меня уже как-то не требуется у меня этого. Вот за это я хочу славу Господу вас дать. Спасибо. Просто, дорогие друзья, чтобы вы знали, что современные наркотики, вот эти соли, о которых Анатолий сейчас говорил, год-полтора, и, в принципе, у человека точка невозврата. И медики, и даже некоторые реабилитационные центра говорят, ну, смысла нет, но только не Иисус. Для Него нет ничего невозможного. Анатолий, конечно, ну, скромно все это вот так вот в двух словах сказал, но, действительно, почти вот пять месяцев, чуть больше, ну, полгода назад он приехал разрушенным человеком. И для меня, может быть, отчасти большое свидетельство, что Бог восстанавливает физически, но самое большое свидетельство для меня, что Бог возвращает мечту, желание, жажду жить, и еще служить, и помогать другим таким же ребятам. И вот он сейчас один из тех, кто едет на библейскую школу для того, чтобы утвердиться в вере, для того, чтобы еще больше и эффективнее служить Богу. И когда он вернется, я верю, что он будет частью нашей большой команды по восстановлению вот таких вот ребят, парней и девчонок. Я бы хотел сейчас пригласить еще пятерых, кто едет на библейскую школу. Пожалуйста, мы можем дать им аплодисменты. Подбодрите их, этих парней, красавчиков. АПЛОДИСМЕНТЫ Да спусти снизу. Слава Богу, что это первые плоды, и не просто, знаете, как люди, которые, ну вот, вот, вот он уже полгода не колется. Слава Богу, мне родители говорят. Какое счастье. Я понимаю, что счастье. Но по статистике, наркоман за свою жизнь подсаживает на иглу минимум 15 человек. А спасенный человек, кто прошел и вышел из этой проблемы, он может спасти гораздо больше. Я в это верю. И поэтому, когда вы вернетесь, дорогие братья, вы, конечно, приедете помазанными, умными, все там вот. Но у вас будет задача спасти, как минимум, не 15, от 30, в 30, в 60 и в 100 кратко, говорит наш Господь. Я бы хотел, чтобы мы, как церковь, и пастор, пожалуйста, чтобы мы помолились и благословили их этим благословением. Пусть это благословение обогащает и печали с собой не приносит. Вы знаете, друзья, как написано, посланники церкви, слава Христова. Вот они никогда в таком статусе не ходили по земле. А сейчас пойдут. И поедут в Сибирь. Но поедут туда уже, так скажем, за новыми задачами. Не как в ссылку. А поедут туда почерпнуть то благословение, которое может для них и для окружающих стать действительно дорогой в жизнь. Поэтому давайте мы сейчас протянем наши руки и благословим, чтобы все было усмотрено и с транспортом, с пребыванием там. Если кто-то захочет поучаствовать в этом проекте, чтобы их отправить, то можете подойти к Андрею после служения и благословить, потому что сейчас им нужно купить билеты, чтобы они могли туда уехать все. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Ты Тот, Который даешь нам жизнь и даешь силу жить. Я благодарю Тебя за то, что и свидетельство Анатолия сейчас, это свидетельство Твоей славы. Господь, но мы хотим, чтобы эта слава получила оформленность в характере. Чтобы из того, что Ты даешь сегодня, ничего не осталось расплескавшимся или потерявшимся. Поэтому, Господь, мы благословляем каждого из этих ребят, Ты знаешь их имена. Я прошу Тебя, чтобы Ты благословил их действительно быть славой Христовой, когда они туда поедут. Чтобы Ты дал им мудрости и мужества. Чтобы Ты благословил их основанием и покровом, крепостью и защитой. Я благодарю Тебя, что могу сейчас высвобождать то, что является Твоим покрывалом. Но покрывалом, который не застилает глаза, а защищает от атак. Поэтому мы запрещаем дьяволу прикасаться к ним во имя Иисуса, доколе их корни не будут питаться небесной влагой, доколе их ветви не будут получать небесную росу в полной мере, когда они окрепнут и когда они смогут сказать «нет» врагу на все его искушения. Поэтому, Господь, мы благословляем их сдать все тесты, сдать все экзамены жизни, которые им на пути встанут. И я прошу Тебя, чтобы они никакой лживый голос не пропустили. Чтобы они могли сказать «А я знаю Тебя и потому изгоняю вон с территории моего разума, моей воли и моих чувств». Во имя Иисуса, да будут они целостны в душе своей, да будут они крепки духом своим, и да будут они гармоничны в теле своем. Да будет устроена их судьба каждого. И я благодарю Тебя, Боже, что для этих молодых парней у Тебя есть те пары, которые смогут в их жизнь войти благословением. И я благодарю Тебя за спасенных таких же девушек, которые смогут стать рядом и быть однородными и по призванию, и по спасению, и по плодам. Поэтому, Господь, мы благословляем, чтобы подобное соединялось с подобным. Мы благословляем, чтобы Ты усмотрел все необходимое для этого и благословил полнотой плода, полнотой радости и полнотой прорыва. Да будет имя Твое благословенно за все, что Ты сделал, и за все, что Ты еще сделаешь. Слава Тебе, Боже, и хвала Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Воздайте достойную славу Богу, потому что это не всего лишь шесть человек, а это уже тот начало, которое Бог размножит. Слава Тебе, Боже. Слава Тебе, Боже. Субтитры создавал DimaTorzok